Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши с вами теплые, душевные встречи у Камина. Гость сегодня это Ольга Ивановна Читоева, заслуженная артистка России. Я прилетела к нам из Москвы солистка в прошлом хора имени Пятницкого, кубанского казачьего хора. Здравствуйте, Ольга Ивановна, еще раз. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Мы с вами теперь уже встречаемся второй раз. И вы по-прежнему у нас уральская малахитовая шкатулка. По-другому не знаю. Я долго думала, какой должен быть наряд, и все время создавала эти наряды. Но то получалась у меня какая-то татаро-башкирская малахитовая шкатулка, то еще слишком много сарафанов, и то корону никак не могла найти. И вдруг этот образ я увидела в вашем костюме, когда вы выступали замечательно на концертах в Челябинске и в Магнитогорске, потому что вы приехали на свою родину Южный Уран. Все правильно. Этот костюм, вы сами, кто-то какая-то мастерская вам изготавливали? Почему вы все такая малахитовая? Вы знаете, это я должна сказать вам конкретно, поделиться, что это мой первый костюм. Ему очень много лет. Это первый костюм, и мне делала портниха. Конкретно она работала с березкой по тем временам, с ансамблем «Березка». Да. И мне ужасно понравился вот как бы этот орнамент, и она пошла мне навстречу, и мы сделали, вот художник сделал такой костюм. Я его очень люблю, обожаю, и берегу его. И вы знаете, я работаю в нем очень много, и он не стареет. Он не стареет, как и я не стареет, благодаря только этому костюму, независимо ни от чего. Поэтому, да, это малахитовый. Это малахитовый костюм, наш дорогой, ценный камень. Но он уже, вы знаете, как цирковь там, вот намуленная, да, говорим. И этот костюм тоже, он весь пронизан теплом, любовью, добром, душевностью. Вот без него я уже не могу. Знаете, талисман. Да, талисман, костюм талисман. Нашего даже президента, если вы видели, когда он принимает. На столе стоит малахитовый набор. Все из малахита. Ну, а сейчас, конечно, мы не можем попросить не спеть Ольгу Ивановну нам песню. Прославляй наш край, наш уральский теперь национальный костюм. Вы увидели, какой он должен быть. Дорогие друзья, я бы хотела вам подарить песню, которую вы все прекрасно знаете. И пойте вместе со мной. Это написал прекрасный композитор Григорий Федорович Пономаренко. А где мне взять такую песню и о любви и о судьбе? И чтоб никто не догадался, что эта песня о тебе. И чтоб никто не догадался, что эта песня о тебе. Что песня по свету летела, кого-то за сердце брала. Кого-то в рощу заманила, кого-то в поле убила. Кого-то в рощу заманила, кого-то в поле убила. И чтоб у клуба заводского перед далекого села. От этой песни заманила, девчонка милого ждала. От этой песни заманила, девчонка милого ждала. Девчонка милого ждала. Дорогая Ольга Данна, вы не сможете познакомившись, не полюбить нашего самородка уральского. Я уже полюбила. Сереженька Хадыкина. И я хочу, чтобы он для вас исполнил... Он пишет сам и музыку, и стихи. Понимаете? Это же сначала должны родиться стихи или музыка. Вот у тебя есть, Сереженька, какая песня о деревне или о маме или какая-то вот есть? Есть одна из ваших любимых, которая называется «Осенний вальс». Да, да, есть. Вот, «Осенний вальс». Вот давай, Ольга Ивановна послушает и слова, и музыку. Какие песни пишет этот мальчик наш замечательный. Медленно кружит от города вальс, пожелтевший листвуя. Что-то забытое вспомнется, что-то на веки уйдет. Только гармонь заполниться, сердце куда-то забытое вспомнется, Что-то на веки уйдет, только гармонь заполниться. Синец, куда-то забытое, дремлют осенние улицы. Сладким октябрьским сном, бизнес знакомая крутится, Где-то вдальюк за окном. Желтые листья распространены в парке «Ностальском мир». Кружит мелодия осина, душу поюкая мне. Тихо печальними скверами бродит янтарный закат. Вместе со звездами белыми ноты души зазвучат. Мрчат облака белокрылые стаями издалека. Ночи осенние длинные воспоминания река. Мрчат облака белокрылые стаями издалека. Ночи осенние длинные воспоминания река. Браво! Понравилось? И вот такие вот песни лирические, необыкновенные. Красивые слова хорошие. О родине, о своей деревне Новоказанке. У нас Реженка родился в Оренбургской Швейцарии, в Квандыковском районе. Место называется Оренбургская Швейцария. И она не могла не родить вот таких самородков. Хорошей, хорошей творческой жизни. Пусть растут. Я поздравляю тебя, молодец. Замечательная песня, вальс и слова замечательные. Я уже почти выучила. Будем дружить. И я вспомнила такой момент, когда в Челябинске шел большой концерт Ольги Ивановны. И был огромный зал. И она поет. Подари мне платок. Вы поете? Да. Подари мне платок. И я Оренбургская, Оренбургская, значит, уралочка, казачка уральская. Сижу в зале, в своем платке. Паутинки холодно, зима. А Ольга Ивановна поет и тишина. Я не смогла ни встать, ни подняться, ни пойти на сцену. И завернула Ольгу Ивановну в этот платок. Спасибо вам большое. Это было настолько неожиданно. Челябинцы не существовали. Вы идете, а такое ощущение, как будто вас крылья белые. Я понять ничего не могла, у меня слезы прям катятся. Я думаю, что это такое? Ну, женщины с крыльями, с белыми. И потом говорю, боже мой, это же Татьяна Александровна с Оренбургским платком. Вы заплакали, Ольга Ивановна. Было настолько тепло, по-доброму. Но есть ли у тебя еще какая-то песня о своей родине? Или что-то еще о своих, что есть? Есть, она так и называется, песня о родине. Там, где ветер черенок и белый, Тает яркий закат над рекой. Псад зеленый, яблоки светлые, И ложится томат синего. Позовет меня малая родина, Позову в реки до поля. Пахнешь мяты и смородин, С детства ситов спать. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В крестах сам седой, как лунь, на крыльце стоит молода жена. Двадцати годов словно не было, ни морщинки нет на щеках ее, ни сединки нет в косах девичьих. Посмотрел солдат на жену свою и сказал солдат, слово горькое, видно ты, жена, хорошо жила, хорошо жила, не состарилась. А в ответ с крыльца говорит она, говорит она, сама плачется. Не жена твоя, я законная, а я дочь твоя, дочь сиротская. А жена твоя пятый год лежит во сырой земле под березаньякой. Как вошел в зву, сел за стол солдат, зелена вина приказал подать. Пьет всю ночь солдат по усам его. То ли вино течет, то ли слеза не кит. Спасибо, Ольга Ивановна, спасибо. Вот в память о нашем городе вы примите еще нашу икону Божьей Матери. Благодарю, это для меня очень чудесный подарок. Икону Оренбургского казачьего войска.